Игра возобновлена. Вытащьте меня отсюда! Кого стрелять? Вижу всё по-взрослому. Отлично. Конечно. С удовольствием. Вот это мне нравится. Коварно. Победа наша. Сейчас мне будет больно. Поезд выходит из северо-западного туннеля. Отлично. С удовольствием. В кого стрелять? Победа наша. Выдвигаясь. Нас тут выносят. Каков наш план? От нас тут выносят. Высылайте подмогу! Высылай снежки для трупов. С удовольствием. Сэр, поезд ушёл в туннель. Постарайтесь перехватить все оставшиеся составы. Иначе мы можем упустить интересующий нас груз. Месторождение минералов выработано. С удовольствием. Вытащите меня отсюда. В бою. Победа наша. Сволю. Победа наша. Свою... Вытащите меня отсюда. Поезд выходит из западного туннеля. Вытащите меня отсюда. Месторождение минералов выработано. Жду. Выкладывай. Сейчас рванет. Я готов. Победа наша. Вот это мне нравится. В кого стрелять? С удовольствием. Время действовать. Вытаскиваясь. Отлично. Жду. Жду. Коварно. Сейчас рванет. С удовольствием. В кого стреляют? Вытащите меня отсюда. Победа наша. Отлично. Вижу все по-взрослому. В кого стрелять? База атакована. Вот это мне нравится. Сейчас мне будет больно. Доктор, вы желали? Есть, ты нападешь. Поезд выходит из южного туннеля. Кажется, обогащенное топливо у Доминиона кончилось. Но теперь за составами ходит целая армия. Не дорваться бы. В кого стрелять? Победа наша! Доктор, вызывай. Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант 2, 3, дефис 4, 6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового Геттисберга. Введите коды доступа. Вот тяна. Это же древний адъютант конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что ей известно? Сэр, найденный нами адъютант сейчас в лаборатории. Его починили и подключили к питанию. Давай-ка поговорим, старушка. Что тебе известно? Личность установлена. Рейнер, Джеймс, шериф в отставке. Колония Марсара. Вступил в террористическую организацию сына Икархала. Статус преступник. Хватит обо мне, дорогуша. Что еще хранится в твоей синтетической башке? Статус пользователя. Преступник. Доступ закрыт. Что? Строишь из себя недотрогу? Ничего, я еще вернусь. После ограбления на ностальгию пробило? И не говори. Помнишь, Шейл Экспресс? Мы ведь раз десять грабили его, наверное. И ведь не надоедало, а? Ага. А потом они порастинули мозгами и послали за нами мотоциклистов. Нас ведь тогда чуть не прибили. Да ни один из них нашим стервятникам и в подметке не годился. Знатно мы над ними поглумились. Как тебя после этого взяли шерифом, убей, не понимаю. Мои ребята всегда готовы помочь. Ты знаешь, к кому обратиться. Дамы и господа, каждый вечер я выхожу в эфир и стараюсь подавать новости в наиболее объективной и беспристрастной форме. Но сегодня я вынужден сделать личный комментарий. Меня часто спрашивают, в чем разница между императором Менгском и предателем Джимом Рейнером, указывая на то, что в молодости Менгск устроил восстание против конфедерации и на пути к власти неоднократно прибегал к силе. Почему Рейнер в такой же ситуации объявлен преступником? Я скажу вам, в чем разница. Когда император Менгск начинал свою революцию, человечество было в безопасности, а Рейнер начал бунт в условиях войны с двумя инопланетными расами. Джеймс Рейнер, где твоя совесть? Разве не должен ты сейчас оставить личные амбиции и сражаться бок о бок со своими согражданами против инопланетной угрозы? Развелось тут критиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Джим, поговорите со мной. Что случилось на Тарсонисе? Я вижу, что воспоминания причиняют вам боль. Тарсонис. С него все началось. Менгск выкрал пси-излучателю конфедератов и установил его на планете. Он знал, что это привлечет зергов и... В тот день началась наша революция. В день, когда Менгск уничтожил целую планету и назвал это справедливостью. Боже, миллиарды невинных людей. Это... это чудовищно. Неудивительно, что вы его так ненавидите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Самый эксперт по взлому кодов Конфедерации – полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор позируется в притоне наемников в мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Продолжение следует...